Всем привет! Сегодня вы узнаете причины, из-за которых запотевают фары автомобилей. Ну и первая из причин забиты сапуны фары. Так называемая вентиляция фары, она состоит из такой резинки, которая со временем забивается грязью, которую достаточно легко почистить. И вот это вот пространство. После чего этот сапун должен быть у нас не так, не вбок, а именно вниз. Вторая причина, по которой могут потеть фары, это пластиковый корпус фары не герметичен. Или это поворотник, или это фара. У нас вот есть, скажем так, пробой на вот треснутый корпус. Также будет попадать влага и сырость к фаре и будет запотевание. Следующий пункт это трещина в обтекателе. Можно увидеть вот такие вот незначительные трещины, которые еще в принципе даже мы не чувствуем с вами. Но они тоже приносят воздух, влагу во внутренность фары. И в итоге мы получаем запотевание стекол фар. Вот, к примеру, если есть на фаре какая-то незначительная даже трещина, можно обратить внимание, она должна или даже будет запотевать. Силиконовый герметик, плотно соединяющий стекло и корпус фары, разрушился. Вот он у нас, этот герметик. Бывает так, что он разрушается и в итоге где-то пропускает пар, сырость, влагу, иногда пропускает даже воду. Поэтому тоже может запотевать фара. В таком случае просто переклеиваем стекло фары или просто заменяем стекло. И довольно банальная проблема, негерметичное соединение в местах проводки. Вот примерно в этих местах, где есть такой у нас кожух резиновый, который все закрывает. Вот это вот есть, значит где-то здесь место, куда может попадать влага, куда может попадать вода или сырость. Проверяем эти места и устраняем. Оно покажет, если где-нибудь сюда попадает влага или сырость. Вот так вот. Ну и если вам понравился этот видос, поставьте ему, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видеоролики. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока.